МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в антиковидный указ. Какие? Расскажем прямо сейчас. Детские поликлиники и больницы Орска возобновили плановую помощь и осмотры детей. Все подробности в этом выпуске. Известный Орский общественник Евгений Виноградов уверяет, что сотрудники полиции оказывают психологическое давление на него и членов его семьи. Подробнее об этом он расскажет вам в этом новостном выпуске. Инвалид второй группы из Орска считает, что его обманул пенсионный фонд, поэтому мужчина объявил голодовку. Все подробности расскажем прямо сейчас. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции. И в нем есть послабление. Снимается запрет на допуск несовершеннолетних в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Торгово-развлекательные центры и молы дети до 16 лет могут посещать без сопровождения законных представителей. Ну а в дальнейшем все остальные ограничения продлеваются. А именно, до 1 марта проведение в объектах общественного питания банкетов или корпоративов, в том числе на условиях предварительного бронирования, допускается при предъявлении их совершеннолетними участниками QR-кода, подтверждающего вакцинацию лица против новой коронавирусной инфекции или содержащего информацию о перенесенном ими заболевании, а военнослужащими – сертификата о вакцинации против коронавируса. Общепиту следует работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. До 1 марта продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов. Действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше по-прежнему приостановлено, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев. Исключение составляют работники медицинских организаций. Татьяна Савинова во время прямого эфира заявила, что заболеваемость среди детей в регионе снизилась на 30%. В связи с этим Денис Паслер внес в антиковидный указ послабление. Снято ограничение на допуск несовершеннолетних в общественных местах. Пик заболеваемости штаммом омикрон в Оренбурге и Ворске пройден. Сейчас идет ощущаемое снижение выявления новых случаев. Но тяжелых пациентов в Оренбургской области по-прежнему много. Татьяна Савинова отметила, что прослеживается уровень роста заболеваний пневмонией. Он вырос на 23% за прошлую неделю. Но это ожидаемо, сказала она. При анимации находятся в основном пожилые люди. Детские поликлиники и больницы Орска возобновили плановую помощь, осмотры детей и прививки. В Орске продолжается вакцинация подростков от коронавируса. В некоторых больницах области на этой неделе начинают работать дневные стационары, сказала министр. Жители Оренбургской области с 21 февраля смогут получить ковид-сертификат с QR-кодом на основании положительного теста на антитела. Об этом сообщили в правительстве региона. Итак, а теперь несколько важных моментов. Тест должен быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Количество антител не имеет значения. Положительный результат теста необходимо загрузить на портал госуслуги. Сертификат станет доступен в течение трех календарных дней со дня подачи заявления. Срок действия – шесть месяцев с даты получения результатов теста. Также сообщается, что сертификат по антителам можно оформить только один раз. Повторный выпуск на основании результатов того же теста невозможен. Получить документ можно в случае, если ранее человек переболел коронавирусом и факт заболевания подтвержден результатами ПЦР-теста. Его результаты должны быть доступны на портале госуслуги. В этом случае срок действия сертификата составит один год. Со среды 16 февраля учащиеся школ Гайского городского округа возвращаются к очному формату обучения. Напомним, на дистант гайские дети ушли 7 февраля. С 15 февраля все школьники Новотроицка приступили к очному обучению, информирует городская мэрия. Наблюдается снижение заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди учащихся школ города – 8,6%. По заболеваемости педагогического состава болеют ОРВИ 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 22 человека. До 18 февраля продолжают функционировать в дистанционном формате учреждения дополнительного образования, в том числе учреждения культуры и спорта. Больше 93% в сфере обслуживания ОРСК сделали вакцину от коронавируса. Администрации поясняют, в национальный прививочный календарь были внесены изменения, в связи с которыми работники потребительского рынка должны проходить обязательную вакцинацию. В сфере обслуживания ОРСК трудится более 3000 граждан. Порядка 2800 человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. У других – отвод по медицинским противопоказаниям. Среди тех, кто сделал прививку – сотрудники сетевых магазинов, гостиниц, ресторанов, салонов красоты и так далее. Евгений Виноградов, известный ОРСКИЙ общественник, в прошлом руководитель одной из крупнейших управляющих компаний ОРСКО, уверяет, что он сам и его семья подвергаются психологическому давлению со стороны полиции. Дело, по которому он проходит как подозреваемый, тянется еще с 2018 года. Напомним, что тогда он руководил управляющей компанией «Советская», часто критиковал городские, да и не только городские власти, воевал с энергоснабжающей компанией. У него в офисе проводились обыски, его самого судили за то, что он якобы не передал энергетикам деньги, собранные на общедомовые нужды. В общем, тогда он был даже осужден. Но апелляционный суд признал приговор незаконным и отменил его. Дело вернулось в прокуратуру, после чего было передано следствию, и тут же расследование было остановлено, как выяснилось позже, цитата, «в связи с неустановлением лица, подлежащего обвинению». Но как бы причудливо не звучали бюрократические формулировки, выходило, что Евгений Виноградов оправдан, претензий к нему больше не имеется, и он может дышать свободно. То есть вот меня уже судили, да, а потом бах, и вот потерялось лицо, которое подлежит обвинению. Сроки там уже вышли при влечении у меня, после суда, в общем, для меня это дело потерял. Однако после этого в полицию поступило новое заявление. Как говорит Виноградов, практически полная копия предыдущего, только не по горячей воде и теплоносителю, а по электроэнергии. Даже представитель компании, тот, кто участвовал в процессе от ее имени, оказался тот же, с той же доверенностью. К тому времени Виноградов уже не имел никакого отношения к управляющей компании, он устроился официально по стандартному трудовому договору главным энергетиком в крупную фирму, добывающую полезные ископаемые за полярным кругом. Стал ездить на работу вахтовым методом. Найти его было нетрудно, и вскоре после возбуждения того второго дела ему позвонили из полиции. Виноградов, по его словам, тут же написал своему руководству заявление, взял восьмидневный отпуск за свой счет, чтобы съездить домой, уладить возникшие юридические сложности и потом снова вернуться на север. Прилетаю, звоню следователю, говорю, вот я, все, явился. А тут у меня какая-то экспертиза или что-то не сходится, и, в общем-то, мне не нужен. Я эти восемь дней, ну, конечно, я был возмущен, потому что, ну, я не планировал лететь домой, но, тем не менее, восемь дней эти я дома просидел, полетел назад на месторождение, на работу. Как только мой самолет приземлился к аэропорту, тут же прямо с авиарежима выхожу, и мне следователь звонит и говорит, вы как тут к концу недели явитесь к нам? Я говорю, вы просто издеваетесь, наверное, надо мной. Отработав, как положено, два месяца, Виноградов вернулся в Орск. Сразу пришел к следователю, где ознакомился с результатами экспертизы, подписал документы, сообщил, что будет давать показания в суде. Дома он пробыл почти два месяца. Казалось бы, достаточное время, чтобы решить все возникающие вопросы. Однако полицейские все это время, говорит он, не особенно-то им интересовались. 16 января он должен был вылетать на работу, компания приобрела для него авиабилеты, и вдруг, за два дня до вылета, его вызвали к следователю, где вручили подписку о невыезде. Билеты пропадают, я подаю заявление, оспариваю это в суде, и 3 февраля суд выносит решение отменить постановление следователя о подписке на невыезде. Ну, я, собственно, беру уже за свой счет билеты, приезжаю в аэропорт, ну, ко мне тут же подбегают, правда, я не знаю, как они дежурили там все эти, с 3-го числа все это время до 7-го, 4-е дня, либо как. Ну, в общем, меня на стойке регистрация, я уже начинаю регистрацию, меня подходят сотрудники БЭП, представители с нами трое, показали удостоверение, и начинают задавать мне вопросы, а куда вы летите? Ну, я им сказал, что вы видите, тут один самолет, только в Москву. Полицейские, рассказывает Виноградов, стали давать ему на подпись какие-то документы, но он заявил, что подписывать не читая ничего не будет, а читать-то уже и некогда, и предложил им отправить все почтой, а сам пошел на посадку. Но когда он прибыл на место работы, говорит он, его стали атаковать со всех сторон. Сначала в мессенджеры посыпались фотографии повесток, причем отправлялись они с разных телефонных номеров. Потом его вызвали сотрудники корпоративной службы безопасности, на которых, оказывается, вышли орские полицейские. И вот безопасники сообщили Виноградову, что от них требуют немедленно отправить его в Орск. Они, конечно, говорят, мы не имеем никакого права, мы только лишь вручили ему то, что вы нам прислали, и больше никаких действий мы предпринимать не будем. После этого полицейские пришли к Виноградову домой. Прекрасно знают, что он-то находится в тысячах километров от Орска, зато дома его жена и двойня совершеннолетних детей. И пытаются они сообщить какое-то уведомление на мое имя, и восемь, что ли, повесток, как бы сказал, по-моему, восемь повесток они пытались выучить тоже на мое имя моей жене. Поскольку она это сказалось, она говорит, я не буду за него расписываться. Тогда они сказали, что вынули две повестки на вчерашний день и на сегодняшний, что должна явиться жена на допрос. Это давление. Зачем вызывать мою жену, которая не смыслит ни в коммуналке, никогда в моих дела не вникала? Евгений считает, что это дело, цитата, «шитое белыми нитками», разваливается. И следствие пытается таким образом спасти его, уложившись в сроки, которые уже на исходе. И вот сейчас он рассылает жалобы. Руководству следственного управления, службе собственной безопасности полиции никаких официальных комментариев от правоохранителей пока нет. Мы располагаем только той информацией, которую озвучил Евгений Виноградов. И будем наблюдать за тем, как развиваются эти события. Арчанин Александр Богатырев, инвалид второй группы, объявил голодовку. Мужчина утверждает, он получает маленькую пенсию якобы из-за обмана со стороны пенсионного фонда. Я добиваюсь уже больше двух месяцев пересмотра пенсионного пособия, где меня грубо обманул пенсионный областной фонд. И везде получаю отказы. Туда я обращался шесть раз. Они тоже говорят, что все нормально, согласно закону, потом пишите заявление. Но дело в том, что у меня болезнь такая, я не могу слишком долго передвигаться. И как бы на камеру, если будет в соцсетях, пусть займутся мной соцзащитники. Хотя бы соцработник будет сходить по моей доверенности что-то делать. Потому что у меня уже нет терпения. А с сегодняшнего дня я объявляю официально голодовку. Это моя форма протеста. Александр Богатырев рассказывает, что уже много раз обращался во все инстанции, чтобы добиться положенной ему выплаты. Однако везде получают отказы. Мы поинтересовались, в чем же заключается, по мнению Александра, обман со стороны пенсионного фонда. Проблема заключается в том, что наш пенсионный фонд, я был на социальной пенсии. Они мне, значит, в 65 лет, у меня в августе месяц прошлого года, попросили написать заявление о пенсии по старости. Потом тут же отговорили меня, ссылаясь на то, что у меня будет меньше, чем социалка. Я обратился в Москву, в отдел обращения граждан, в администрации при президенте. Оттуда пришел ответ. Мое обращение направлено в пенсионный областной фонд и, значит, в правительство области. Пенсионный фонд меня вызвал, заставил написать заявление. Вот. Заставил написать заявление о пенсии по старости. 13 января я написал. Январскую пенсию я получил без индексации. Позвонил в областной пенсионный фонд, они мне сказали, вы, это, индексация 8,6, то, что гарант государства не сделали, оказывается, с 1 февраля вы написали поздно заявление. То есть у меня грубо украли деньги. Вот. Наш областной пенсионный фонд, который мне гарантирует государство, вот, ссылаясь на то, что я поздно написал. Какая разница? Все получают, абсолютно все, я почему-то стал крайним. Это нарушение не только моих прав, Конституции, а нарушение просто человечности. Сейчас пенсия инвалида второй группы Александра Богатырева составляет 10 тысяч 303 рубля. Однако этого мужчине не хватает на жизнь. Арчанин рассказывает, что все пенсионеры, которые не имеют инвалидность, получают ровно такую же сумму. Он считает, что это несправедливо. Я плачу 3,5 за квартиру, это уже меньше прожиточного минимума у меня остается. Лекарства мне гарантированно государством не дают бесплатно. Это нужно тоже круги ада пройти, вот такую кучу бумаг. Я трачу 4,5-5 тысяч трачу на лекарства, потому что жизненно необходимые. Вот. У меня остаются копейки. Вот как мне жить? И почему мне не объявлять голодовку? Может, сейчас меня кто-то услышит. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в пресс-службу отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области. Там нас попросили отправить официальный запрос. Об ответе сообщим дополнительно. Алина Валюлина, Виктор Литовский, служба информации ТРК Евразия. Аппараты слуховые, заушные цифровые. Невидимые. Микро. 42-23-58. 18 и 19 февраля. Город Гай. ДК Горняков. Ярмарка рыбы Камчатки. Дальневосточные рыбопродукты свежего лова. Холодного и горячего копчения. Селедка в подар. 15 февраля отмечается день вывода советских войск из Афганистана. В эту памятную дату вспоминают всех, кто не вернулся домой. А также с благодарностью обращаются к тем, кто с честью и мужеством исполнял свой служебный долг. В этот день чествуют всех воинов-интернационалистов. Орск не стал исключением. В городе у мемориала воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный памятной дате. Дорогие друзья, у нас три организации в городе, которые объединяют и поддерживают тех, кто участвовал в боевых конфликтах в России, за рубежом. Они ведут очень хорошую, нужную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ведут беседы в школах, в техниках, в институтах. Вот присутствие здесь детей говорит о многом. Они взаимодействуют с союзом матерей погибших в локальных конфликтах. Хочу сказать, что у нас несколько мест, где мы учтим память, кто погиб, кто отдал свой воинский долг. Это вот здесь, на этом месте. Это, конечно, главное место. Аллея Славы. Там, где есть Килоны, фамилии. Мы там тоже сегодня будем. Дорогие друзья, истории неизвестны, но мы, конечно, должны вспомнить ее и передавать нашим внукам, детям, для того, чтобы мы знали свою историю. И у нас есть на это все основания, потому что есть живые свидетели героизма, мужества нашей защиты. В Урске порядка двух тысяч участников боевых действий и локальных конфликтов. 595 из них воевали в Афганистане. 17 арчан не вернулись домой. Первые лица города – представители общественных организаций, участники военно-патриотического движения «Юнармия» опочтили память погибших минутой молчания и возложением цветов в сквере Славы и к памятнику воинам-интернационалистам. У нас тут двое ребят погибли в Комсомольском. У одного только пацана родился. На 8 марта красота тут два парня. Одного ранили, а второй за ним порезали обои. Напомним, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. 15 февраля 33 года назад территорию Афганистана покинул последний советский солдат в день, посвященный выводу войск после почти 10 лет военных действий. Возле городского комитета ДСАФ в Гае прошло торжественное возложение цветов. Организовать традиционный митинг не позволили действующие ограничения. Присутствующие почтили память воинов, исполнявших интернациональный долг за пределами Родины и минуты молчания, прозвучал троекратный оружейный залп. О том, что этот день значит лично для него, рассказал гайчанин Александр Верещага. Служил в Милистане с 1985 по 1987 год в войсковой части полевая почта 93-992. Это 66-я мотострельная, отдельная мотострельковая бригада. Заместитель командира артемийского бюджета по политической части. Этот день 33 года назад, вы помните? Конечно, я служил уже за границей, смотрел передачи, смотрел, как шли колонны наши. Кстати, показали как раз колонну, которая шла с Желобада. Для меня это было очень трогательно, потому что там наша бригада стала недалеко от аэропорта, местного аэропорта, как раз селения, все это знакомо, и во-вторых все-таки они не прошли даром. Сегодняшний день для вас торжественный памятник? Вы знаете, он с грустинкой. Он торжественный в том, что мы все-таки встречаемся. Надо сказать, что афганцы наши воины, они очень дружны, солидарны, на все мероприятия всегда бывают, с высокой чувством ответственности относятся к этим делам. А с грустинкой, потому что все равно мы вспоминаем тех людей, которые уже никогда не вернутся. У меня в подразделении погибло за два года 11 человек. И это не штурмовое подразделение, артиллерийское все-таки. Это больно и обидно эти утраты вспоминать. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Администрацию Орска обязали поставить на учет бесхозную канализационную сеть протяженностью 605 метров. То, что трубы не числятся в реестре муниципального имущества, в муниципальную собственность города не принимались, на баланс и обслуживание коммунальщикам не передавались, выяснили в прокуратуре советского района, когда к ним с жалобой обратились арчане. Дело в том, что дом номер один по улице Экологическая и постоянно затапливала канализационными стоками. Проблема никак не решалась. И в ходе проверки ведомством было установлено, что так как у колодца и канализационной сети нет собственника, то его чистка не проводилась, что и стало причиной постоянных мучений арчан. В целях устранения нарушения прокуратуры района, в Октябрьский районный суд подано исковое заявление об обязании администрации города поставить бесхозяйные сети на учет в целях последующей передачи на обслуживание ресурсо-собожающей организации. Исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло на перекрестке Станиславского и Суворова-Ворске. Напомним, 9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе, когда он переходил дорогу. За рулем Hyundai находилась женщина до 1990 года рождения. Ребенок, к счастью, не получил серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего в карете скорой помощи. От госпитализации мальчик отказался. В очередной раз сотрудники ГИБДД обращаются и к водителям, и к пешеходам. Будьте очень внимательны. Данное происшествие в очередной раз демонстрирует, что не все участники дорожного движения внимательно относятся к своим обязанностям по соблюдению правил дорожного движения и обеспечению собственной безопасности. В соответствии с пунктом 4.5 правил дорожного движения на нерегулированных пешеходных переходах. Пешеходы перед тем, как выйти на проезжую часть, должны оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и скорость, и убедиться, что переход будет для них безопасен. Соблюдение этого простого правила поможет обезопасить вас от наезда на автомобиле. Родители, не забывайте проговаривать правила поведения на дороге со своими детьми. Конечно, лучше всего показывать все своим собственным примером. Ведь за ошибки на дороге двойки не ставят. Последствия гораздо серьезнее. Водители, и вы не забывайте, что перед пешеходным переходом необходимо снизить скорость. Учитывайте, что на проезжую часть может выбежать ребенок, которого вы, возможно, не увидите из-за огромных снежных валов на обочинах, например. Берегите себя. Молодую мать-одиночку из села Нижняя Павловка одолели коллекторы. Звонки в любое время суток превратили жизнь в настоящий кошмар. Лишь обращение в службу судебных приставов спасло ситуацию. Теперь Яна Федорова не вздрагивает от телефонного звонка. Еще совсем недавно из трубки чаще раздавались угрозы и шантаж. Взяла кредитную карточку в банке, оплачивала где-то около полгода. Потом я потеряла работу и, соответственно, платить я уже не смогла оплачивать вовремя свою задолженность. В старом бабушкином доме Яна Федорова живет с шестилетней дочкой. На его ремонт взяла и кредит. Рассчитывать на чью-либо помощь не приходится. Спустя время стали поступать звонки от коллекторов. Поначалу они вроде со мной вежливо разговаривали, ну а потом позвонила одна женщина и стала мне говорить о том, что если вы не оплатите задолженность в течение двух дней, то мы обратимся в органы опеки и вашего ребенка заберут до того момента, пока вы не оплатите долг. Меня вот так затрясло, мне, естественно, стало страшно. Следом пошли угрозы лишить жилья родителей пенсионеров. Единственной управой на подобное агрессивное общение стала служба судебных приставов. Сотрудники управления помогли составить заявление, а главным аргументом стали записи телефонных разговоров. Учтение неимущественного ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием банка. Вы пользовались чужими денежными средствами, незаконно их удерживаете, вы уклоняетесь от их возврата. Противуйте номер мамы, я с ней свяжусь, пусть она недвижимость за продажу начинает выставлять. Такие действия коллекторов агентств незаконны. Обращения от оренбургцев, говорят службе судебных приставов, за 2021 год поступило порядка 800. В ходе проведенной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей. В настоящее время постановление вступило в законную силу. До подобного логического завершения добавляют приставы и доходят далеко не все жалобы. Зачастую заявители не могут предоставить доказательств грубой работы коллекторов. Чтобы привлечь их к ответственности, нужна детализация звонков либо скриншоты СМС-сообщений. За прошлый год составлено 86 протоколов. Общая сумма штрафов около 3,5 миллиона рублей. Яне Федоровой еще предстоит решать вопрос с долгами банку. Но теперь сложную финансовую ситуацию хотя бы не усугубляет психологическое давление. После того, как они, наверное, приставы стали там работать с ними, звонки вообще прекратились. Ворский мужчина так сильно поскандалил с соседями, что взялся за топор. Как сообщает Октябрьская районная прокуратура, Арчанин поругался с семейной парой, которая живет по соседству. Чтобы запугать их, он взял топор и стал размахивать им перед потерпевшим. Также разъяренный мужчина угрожал убийством своему соседу. Семья реально испугалась и обратилась в полицию. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, а также учитывая, что подсудимый имеет постоянное место жительства на территории города Орска, трудоустроен, принес свои извинения потерпевшим, раскаивается в содеянном, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. Помирились ли соседи после суда? Об этом история умалчивает. В Гайдорожные полицейские подвели итоги профилактической операции «Встречка». В период проведения ОПМ сотрудники ГИБДД проверили 256 водителей. Со всеми ними автоинспекторы провели разъяснительную работу, вручили буклеты с напоминанием, в каких случаях обгон запрещен. Не обошлось и без нарушителей. Три водителя были привлечены к ответственности за нарушение правил при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения. Самое большое счастье для любого человека – это любовь. О таком чувстве нужно говорить как можно больше и как можно чаще. И День всех влюбленных – идеальный для этого повод. 14 февраля радио «Хит. Смотри. Радио» совместно с партнерами провели акцию «Подарки для любимых». С 12 до 6 арчане приезжали в салон цветов «Арт-букет» в Орске на улице Воснецова, 21 и признавались в любви в прямом эфире. Про их чувства узнавали не только вторые половинки, но и все Оренбуржье. Вот такая милота. Дарим подарки. Обстановка у нас тут просто жаркая. Людей все больше и больше хотят выделить своими эмоциями. Естественно, поздравить самых родных и близких. И вот я передаю трубочку Юрию с удовольствием. Отлично, а у нас только день, как настроение сегодня? Добрый день. Замечательно. Праздничный? Моничный. Конечно. Так, равно, что за ткань кого-то поздравляют. Передаю привет своей супруге. Сыну-сыночку Матвею. Я их очень сильно люблю. Своим родителям. Ну, желать, как всегда, это привет по здоровью, в первую очередь. Участники акции читали написанные им стихотворения, говорили самые теплые слова, дарили хорошее настроение всем-всем слушателям. Смотрите, как это было. Я хотела бы прочитать ему стихотворение свое, посвященное персонально ему. Вячеслав мой, Славик, Слава, как тебя я повстречала, потеряла свой покой, твердо поняла, ты мой. Вячеслав мой, Слава, Славик, ты веселенький смешарик, и уморной, и заводной. Рада я, что ты такой Вячеслав мой, Славик, Слава, долго я о тебе мечтала. Ты доверчивый тигренок, ты пушистый мой котенок. Вячеслав мой, милый Слава, медвежонок ты забавный, добрый, великодушен ты, ты предел моей мечты. Конечно, без подарков никто не ушел. Арчай нам дарили крутые призы, сертификаты. Даже нет, много сертификатов на разные суммы от классных партнеров. Все просто, интересно и очень приятно. Чтобы не пропускать розыгрыши и получать как можно больше подарков, слушай и смотри радиохит. Заряжайся отличным настроением, веселись и пой вместе с крутыми ведущими.